И помнится время-то было, когда мы все говорили, спасибо партии родной за 5-летний выходной. Дело-то было как раз про обучение в институте. Я поступил именно сюда в 1990 году. Поступил на замечательную кафедру теплоэнергетики и металлургических печей. ТИМП она называлась. К сожалению, то, что там приключилось, это было уже и не партия родная, потому что партия родная закончилась в существовании в 1991 году, а потом началось, боже мой, что там такое началось. И вот это все, и самое какое, я это дело здесь прошел. Но тем не менее, где-то с половины третьего курса я уже начал реально зарабатывать деньги. И до этого начал зарабатывать. Вообще понятие было такое, что мы постоянно деньги зарабатывали. Но хорошо, и это было не 5-летний выходной, но 2,5 года нормального зарабатывания денег, нормального обучения, это было здесь. Что сегодня и сейчас? Все те выпускники, которые были со мной, все они нормально работают. То есть у всех уже по 42 года, у всех уже нормальные квартиры, трехкомнатные квартиры, кое-кто уже и дом себе берет. То есть выпускники нашей замечательной кафедры, они в реальности востребованы. Количество людей, которые здесь, и будет оно такое же, как и я, вот их не самое большое. То есть 30 человек в год можно сюда попасть. Естественный вариант. То есть поскольку я вам говорил, что в тот момент, когда я обучался, я деньги зарабатывал, вы можете сюда поступить. Причем лучше всего, когда вы заплатите денежки. Потому что в итоге, в итоге 6 лет, проучитесь и будете замечательным и высококлассным специалистом, который будет востребован везде. Вот, а что касаемо нашего любимого комбината, так вы сейчас об этом-то и узнаете. Вот давайте вспомним ситуацию. Часто ли бы вы видели сотрудников ТВ, помогающих своей кафедре? Крутенько, да? В 99% случаев такого вы и не найдете. А у нас звезда и два типа журналиста. Одна мегазвезда эфира и я один. И делаем это легко. Мы учились на этой кафедре и по сути понимаем результат. Именно она нас исподвигла. И именно я демонстрирую вам не одно кино, потому что для меня и кафедра, и школа главное. Так что думайте, господа. Во-первых, я в 1977 году сам заканчивал энергетический факультет. И у меня очень много друзей заканчивали теплоэнергетику. Вот направление Николая Ивановича Вановщева был заведующим кафедрой. До настоящего времени мы поддерживаем теплые отношения. Я знаю, что ребята, с которыми я учился, я подчеркиваю, теплоэнергетики, они в жизни состоялись. Они устроились и на хорошие должности, и работали. Достаточно привести пример, что один из выпускников был начальником участка теплоэнергетики на Уралмаши. Уралмаши – это в те времена огромное предприятие, которое разрабатывало и внедряло все МНЛЗ, конвертеры и так далее. Все разработки Уралмаши. И поэтому теплоэнергетическую составляющую он вел. И вел на очень высоком уровне. Ну и другие наши выпускники. Вот проблем с трудоустройством, с работой и, еще немаловажный момент, с интересом к работе. Ну, когда интерес, тогда человек работает. Теперь, с точки зрения нынешних выпускников, ну, за последние, скажем, 10 лет, я знаю, что выпускники востребованы. Мало того, значит, вот приезжают к нам за нашими выпускниками по теплоэнергетике, сейчас из барских районов, но могу привести, что один из выпускников кафедры теплоэнергетики был зам мэра Москвы по теплохозяйству и так далее. Наш выпускник с нашим городского института, еще горно-металлургического института. Вообще, на выступлениях со студентами, еще с абитуриентами, я говорю, что у нас в институте есть различные направления, есть электрики, есть, допустим, электроснабженцы, приводчики, электронщики и так далее, и есть теплоэнергетики. Чем отличается? Ну, без тепла мы ничего не можем. Поэтому те люди, которые дают людям тепло, это хорошие, светлые люди, это раз, и, ну, я говорю, у них течет немножко другая кровь, голубая кровь, потому что тепло, это есть свет, это есть, ну, это жизнь человека. Вот как-то так и получается, и даже будь я в другом месте, я бы с любовью относился к тем, кто меня обучал. И пусть таких и немного осталось, но то, что я мог, я сделал. Да, работа была трудная, но вот результат. И никто из нас не спился, и все реально работают, и для себя в том числе. И чем бы это ни правило, а? Ну, так вот, пятилетнего выходного у вас не будет. И партии той, которая вам это обеспечила, не будет. Но в итоге у вас будет замечательный результат. Вы 100% устроитесь в любое место. Не такое большое количество специалистов, которые выпускает наша кафедра, оно востребовано. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, прежде чем брать, и прежде чем о чем-то думать, понимаете, что перед вами стоит выпускник этой замечательной кафедры. И то, чем я занимаюсь, не должно было бы быть. Но, тем не менее, эти выпускники в небольшом количестве, в количестве один человек работает на телевидении. Вот. А в остальном все, в принципе, хорошо, и у всех все нормально. Поэтому думайте, куда вы хотите отдать своего чада. А если еще чада включит свою голову, то кроме кафедры теплоэнергетики, вы больше никуда ее не отправите.